Всем привет, с вами Евген. Сегодня у нас третья часть лексики по теме коронавирус. Итак, как обычно, сначала пройдёмся по словам, а потом я вам дам небольшой текст, который вы послушаете, как я его рассказываю и говорю, и попробуйте уже сами перевести, потому что большинство слов, которые я там использую, это слова из актива, которые я вам дам. Итак, поехали. Первое слово. Комитет здравоохранения. И можно вот так вот написать в одно слово, а можно разбить на два слова, здесь принципиальной разницы нет. Осторожный, приблизительный подсчёт. Вот vorsichtig — это осторожный, а хохрестинг — это само по себе слово, обозначает приблизительный подсчёт. Поэтому, в принципе, это масло масляное, но я слышал, как именно эту фразу употребляли в СМИ, поэтому я её так и привожу. Die Stablichkeit, Srate, Licht и так далее — это смертность составляет столько-то, столько-то процентов. Либо Stablichkeit, либо, видите, у нас здесь дальше есть слово Todesrate, это, в принципе, синонимы. И мы по-русски говорим, допустим, 55% или там 10%, 0,5%, а немцы всё время скажут процент в единственном числе. Сколько бы здесь, какое бы число здесь не стояло. Поехали дальше. Die Todesrate liegt bei der Grippe, zum Beispiel, bei 0,2 bis 0,3%. Вот пример этой фразы, как она может выглядеть. Далее. Das Risikogruppe, например, ältere und imunschwache Menschen, sind gefährdet. Смертность при гриппе составляет от 0,2 до 0,3%. Область с риском заражения, в плане регион с риском заражения. Уровень риска поднялся. И давайте ещё допишем gesunken, если мы хотим сказать опустился уровень риска. И группа риска, и кто здесь в эту группу входит? Ältere und imunschwache Menschen. Пожилые люди и люди со слабым иммунитетом. Вот это вот. И они sind gefährdet. Они находятся в особой опасности. Они особо подвержены вот этим негативным воздействиям. Вот этот глагол очень важный и употребительный, хотя не так легко его перевести на русский язык. А мы поехали дальше. Das риско einer Ansteckung verringern. Die Zahl der Infizierten steigt. Die Zahl der Corona-Inфektionen steigt. Zum Beispiel 1000 Menschen oder mehr als 1000 Menschen sind am Corona-Virus gestorben. Снижать риск заражения. Количество заражённых растёт. Количество заражений коронавирусом растёт. Это вот само по себе заражение, как некий факт. Поэтому здесь вот именно так тоже можно использовать. Как бы количество короновых инфекций растёт, если дословно перевести. Столько-то столько человек умерло от коронавируса. И, ну, в принципе, здесь, мне кажется, всё достаточно было легко. Поехали дальше. Den supermarkt leer kaufen. Der hamsterkauf. Hamsterkäufer durchführen. Или можно было бы сказать machen. Hamsterkäufer sind nicht nötig. Раскупить супермаркет. Как бы выкупить всё до того, что там всё leer, пустое будет. Hamsterkauf. Покупка хомяка. То есть, когда покупают очень много продуктов на чёрный день. Сейчас очень популярное такое слово в Германии. Очень актуальное. Проводить хомяковые покупки. Делать хомяковые покупки. Можно durchführen. Можно machen. И hamsterkauf sind nicht nötig. Допустим, в покупках на чёрный день нет необходимости, когда кто-то вот увещевает, так не делает. Вот мне очень нравится эта фраза. Хотя она достаточно такая сложная. И, может быть, вы её не будете никогда употреблять. Но всё равно мне очень захотелось её сюда вставить. Die Medienberichterstattung ergibt ein verzerrtes Bild. Освещение проблемы в СМИ даёт ложную картину. То есть, то, как средства массовой информации освещают проблему, выдаёт ложную картинку. И вот эта вот Erstattung в данном случае, это как освещение. Вот то, как насыщают информационное поле. Ну и Medien, это как СМИ. А Bericht, это сообщение. Поехали дальше. Der Chef-Virolog geht von einer CFR, или von einer Todesrate, von 0,3 bis 0,7% aus. Тоже достаточно сложная, но важная фраза. Это прям цитата. Главный вирусолог, имеет свой там главный вирусолог Шарите в Берлине, дословно исходит из смертности в 0,3 до 0,7% от коронавируса. То есть, здесь в данном случае глагол Ausgehen von Dativ. Это в своих мыслях и измышлениях исходить из того, что то-то и то-то является правильным. В общем, важный и очень хороший глагол. Попытайтесь его запомнить. Поехали дальше. Имеется в виду, тоже, die Maske wechseln. Защитная маска, такое общее понятие. Ношение маски, или носить маску, тем же tragen, можно будет сказать. И минимум каждые 20 минут менять. Это я слышал, как вот рекомендуют на разных каналах. Именно такая звучала цифра. Каждые 20 минут менять маску, если вы все-таки ее носите. Хюгиене масснамен, einhalten, nicht vernachlässigen. Хюгиене, вorschriften, handhygiene, hände waschen. Соблюдать меры гигиены, очень хорошее слово, einhalten, соблюдать. Или не пренебрегать, nicht vernachlässigen. Предписание по гигиене. Гигиена рук и мытье рук. Hände waschen, как одно слово. Ну и hände waschen, естественно, как можно существительное, плюс глагол. И у нас здесь буквально два выражения осталось. Это прям тоже цитата из одной передачи. Damit wir auf der sicheren Seite sind. Или auf Nummer sicher gehen. Очень такие разговорные, классные фразы. Давайте переведем. Если дословно, чтобы быть на более безопасной стороне. А здесь пойти на номер безопасно, как бы. Ну, все это можно перевести для безопасности. Или чтоб наверняка. То есть давай уедем отсюда, чтоб наверняка не заразиться. Ich will auf Nummer sicher gehen, deswegen fliegen wir weg. Или ich mache das, damit ich auf der sicheren Seite bin. Очень хорошо. Эти выражения по-немецки звучат. Ну и теперь история. Поехали. Die Zahl der Infizierten steigt mehr und mehr. Ganz Europa ist heute zu einem großen Risikogebiet geworden. Seit ein paar Wochen ist das Risikoniveau in Europa sehr hoch gestiegen. Und jetzt gibt es viel Panik. Und auch viele Menschen machen Hamsterkäufe. Man fragt sich dabei immer, wie hoch ist die Sterblichkeitsrate? Es ist natürlich schwer eindeutig zu sagen, aber es gibt schon viele verschiedene vorsichtige Hochrechnungen. Einige gehen davon aus, dass die Sterblichkeitsrate bei ungefähr 0,3 bis 0,7 Prozent liegt. Besonders sind aber ältere und immunschwache Menschen gefährdet. Sie gehören zur Risikogruppe und bei ihnen ist die Sterblichkeitsrate viel höher. Wie kann man aber das Risiko einer Ansteckung verringern, um auf Nummer sicher zu gehen und keine Angst zu haben? In der ersten Linie muss man Hygienemaßnahmen einhalten. Dazu gehört, regelmäßig Hände waschen. Und wenn man eine Maske trägt, dann sie regelmäßig wechseln. Das ist alles. Das ist alles. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. In diesem Fall wird eine Art von der Schleuchung auf diesen Falt. So viele drei Punkte. Schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir das in die Kommentare. Wenn Sie Fragen oder Fragen haben. Wenn Sie gerne haben, was ich mache, was ich mache. Dann haben Sie eine Möglichkeit, dass Sie mich auf YouTube unterstützen. на патреоне единовременным пожертвованием или тем, что вы поделитесь моим видео со своими друзьями, которые изучают немецкий язык. Ну а на этом я с вами прощаюсь, спасибо всем большое за внимание и до скорых встреч! Auf Wiedersehen! Tschüss! Всем пока! Пока!